А давайте заглянем в гимназию номер 53. Здесь практикуется все такой. И знаешь суть событий? Это самое замечательное искусство из Востока. Понимая наш город, вы можете отдать сына или дочку и в другие школы, а почему бы и нет. Но по сути событий. Что мы хотим сделать из нашего ребенка? Вот это тема для всех. Человеческая жизнь могла быть прекрасна во всем многообразии, но получается 40 лет на производстве и где радость то. В начале, а конца-то может и не быть, но радость в наших детях. Как мы их воспитываем? Эта тема весьма интереснее, чем долбанное бухание. Я все эти составляющие прошел. Сейчас вкуснее видеть перца, растягивающегося так, что мне в бытность-то и не снилось. Купается он раньше, чем я. Ездит на велосипеде тоже. И английским занимается, и по сути это все ему и нравится. И к слову, а почему не каратэ, и почему не все-такай? Спортивное каратэ у нас в стране действительно начало развиваться давно, где-то порядка 30-40 лет тому назад. За это время оно прошло определенную трансформацию. Где-то что-то многое изменилось. Изменилось в технике, изменилось в подходах. Но спортивное каратэ на сегодняшний день, вот для нашей школы, значит, мы его не практикуем. Оно стало неактуальным. То есть мы сделали основной эфир, я повторюсь, на боевой вариант. Где используется расширенная техника. Не расширенная техника каратэ, во всем ее многообразии. Не только те приемы, которые используются в спортивном на соревнованиях и ограничены правилами соревнований. А все разнообразие техники, включая работу по болевым точкам, по болевым зонам. И все многообразие приемов, а арсенал очень большой. Значит, мы стараемся использовать в своих тренировках. К слову о тренировках. Жизнь имеет разные составляющие. И если чаще вас выручает папа, то что делать, если папы нету? Любой дрын в руках специалиста получит правильное продолжение. К слову о специалистах. Вот к слову о них. Вы, пожалуйста, выключите видик или девяти. Специалисты готовятся годами. Нет такого, чтобы за полтора часа накрученный крендель. Ну нету такого. А давайте посмотрим, как это делается. Просто посмотрите. Вот первый или второй курс обучения. И вам кажется, что все это просто. Пока да. Давайте позже. Вот посмотрите, какая растяжка. И она очень-очень быстро сверхнет по вашему носу. И будет явно неприятно. Тем более, что противопоставить будет нечего. А еще два-три года разницы. И в ноге результат. Один удар, и вас пока нету. Теперь другой вариант. Работа с палкой. То же самое. То есть, возможно, сначала отбить без косяков. А затем далее. И чуть позже. А где она? И почему я лежу на земле? И почему нога или рука не работает? Вот в чем вопрос. Для этого и нужны тренировки. Это была одна из причин для того, чтобы мы сделали переориентацию. Почему? Потому что спортивное карате, оно вырабатывает определенные рефлексы у человека. Занимаясь, скажем так, эти же 8-10 лет в спортивном карате, можно стать мастером спорта. Можно достичь больших успехов в соревнованиях. Но его технические действия ограничены, в конечном счетом, только правилами соревнований. Рефлексы нарабатываются у этого человека чисто спортивного плана. А если брать чисто житейскую ситуацию, то этот человек на улице против двух и трех хулиганов может даже ничего и не противопоставить. Вот для того, чтобы избежать этого, для того, чтобы дать определенную уверенность и, скажем так, не то что уверенность, но и возможности, конечно, вот, мы отошли от спортивного варианта. И больше делаем на прикладной вариант. Работа с оружием является у нас одной из основных тем. А теперь о тренере. Искусство делать детей, к нему надо стремиться. Не каждый ведь может работать и понимает делать результат. А он делает и не только в Магнитогорске. Взять, к примеру, Фершампенуаз. От города 60 километров. Но он туда и ездит. Потому что правила едины. Мы воспитываем наше будущее. Поверьте, служба в армии или МВД, и это наша жизнь. Без нее Россия не будет государством вообще. А зная, что эта служба и престижна, и крута, то почему бы и нет? В этих двух ведомствах и по сути событий, и квартиру получить проще. Да и с пенсии все будет круче, уж поверьте мне. Год в армии, и это не та бредятина, распиндоренная нашими демократами. Да, конечно, пока не за бугор. Но 40 тысяч пенсий – это нормально. Плюсом жилье и время для сына или дочки. Что в этом плохого, то? Государство и эта армия. Крепкая и прочная. А что для армии необходимо? Мальчишки и девчонки вот такого уровня. Красивая и понимающая жизнь. Но почему в Фершампенуазе их больше, чем в Багнитогорске? Мы что, не россияне, что ли? Или мы променяли Россию на свое купленное в кредит настоящее? Ну, раньше в этом зале занимали где-то порядка 70-80 человек. После того, как в школе ввели вторую смену, у нас время ограниченное, мы уже занимаемся не с полчетвертого, а только с 7 часов. Это раз. Многие в 7 часов своих детей не приводят. То есть считают, что это поздно. То есть я вот что-то не пойму. Это же проблема, по сути, папы и мамы. Ну, наверное, да. Те, кто хочет, те приводят, конечно. Рекламу мы в городе не даем. Те, кто нас знает, значит, находят нас сами. Так что, господа, правило простое. Не надо думать, что спорт – это не сейчас. Не надо. Спорт хорош. И для перцев мелких – это правило. Но спортом можете заниматься и вы. Да не будет настолько круто. И по сути не надо бороться, но удовольствие-то есть. Литрбол – это не для нас. Литрбол доведет до смерти гораздо быстрее, чем неспешное занятие спортом. И это все есть в Магнитогорске. И особенно хорошо заниматься этим с вашим ребенком. Он растет на ваших глазах. Да и вы получаете жизнь. И, по сути, вместе живете дольше и радуетесь. А что же касается программы? Да, наша программа рассчитана именно на этот период времени. Ориентировочно 8-10 лет. Как правило, к нам приводят детей в первом классе. Ну, можно и попозже, конечно, брать. Каждый год дети, они занимаются по определенной методике. И вот в течение этого периода времени, к концу школы, они выходят на уровень «Черный пояс», «Первый дам». Это достаточно хороший, серьезный уровень. Значит, за эти 8-10 лет они изучают полное многообразие техники. Изучают все разделы каратэ, как спортивные, так и боевые. Это ката, это тифон, это ведение поединка против двух и трех противников, вооруженных и без оружия. Каждый год мы сдаем экзамены. И так же, как в школе, переход идет из одного класса в другой. Так и у нас. Мы сдаем экзамен, сдаем на Q, разрядные требования, присваиваем соответствующий цвет пояса, и ребенок переходит уже в следующий класс, и мы знаем, он получает диплом, и мы знаем, что вот этот ребенок владел определенным разделом, определенным объемом техники. Техника – это хорошо, и знания тоже. Человек, владеющий этими знаниями, не будет кичиться. Человек понимает правила. Он гораздо умнее тех, кто думает, что кулаками можно проложить себе дорогу. Кулаки-то здесь не главное. Здесь главная сила ее составляющая – скорость, быстрота и умения. Поверьте, человек, владеющий искусством, понимает, что оно должно работать на благо. Но иногда благие дела надо и отстоять, и он это делать умеет. Он видит жизнь и понимает качество. Потому что он учился этому и не один год. Да, мы, конечно, приглашаем всех. Мы никого не отказываем. Даже если ребенок, скажем так, практически совсем не готов. Практически совсем. Может быть, какой-то даже робкий ребенок. Определенный склад характера. Но мы берем всех. Почему? Это даже интересно заниматься с такими детьми. А не выбирать только золотые зернышки, и из них делать чемпионов. И вот какие мы крутые, что мы делаем таких чемпионов. Каждый ребенок имеет право на занятия. И мы ему предоставляем такое право. И стараемся выучить его. Так же, как и всех остальных. И чтобы он закончил нашу школу, и у него были хорошие знания, уверенность в себе. И, скажем так, он знал, что вот эти годы он провел не зря. Спасибо.